Друзья, всем привет! На канале Цветочки и Лепесточки Бизнес с удовольствием И сегодня я вам расскажу, как можно оформить государственную землю себе в собственность за сущие копейки Ведь наверняка многие бы хотели хапнуть себе кусочек родины, но не знают как это сделать Сейчас я вас подробненько на своем примере проинформирую Итак, я имею в собственности два земельных участка Один я покупал очень давно, лет наверное 15 назад Вот деревянный забор такой, полузавалившийся с теплицами Это мой старый участок, которому уже около 15 лет А другой участок я купил чуть больше года назад Вот забор из профлиста Этому участку всего лишь там полтора года, наверное И за моим вот этим новым участком есть свободная, никому не принадлежащая Ну как никому, государству принадлежащая земля И как-то взгляд у меня на нее пал, и я решил ее себе, так сказать, прихватизировать Ну я мог просто оградить, поставить забор, посадить деревья В принципе, как я и сделал, я уже начал тут сажать деревья Вот смотрите, у меня тут вишня растет Там яблоня растут Ну понимаете, пока здесь растет бурья, на лопухи До этой земли вообще никому нет дела Стоит только навести порядок Не дай бог поставить забор Сразу же начнутся разговоры, типа Совсем охренели, захватывают, огораживают Поэтому будем делать все официально Тем более это несложно и недорого Как сделал я? Для начала я нашел фирму, которая занимается оформлением, переоформлением Нашел их на Авито Таких объявлений там, ну просто полным-полно Пример, один из примеров таких вот объявлений на Авито Вы сейчас видите на экране Берут они немного Но снимает с вас груз этой всей бюрократической волокиты Мы же живем все-таки в России Если нужно пройти 10 инстанций То это, конечно же, нужно сделать Такие фирмы, безусловно, имеют право на существование Они минимизируют наши походы по этим псевдобюрократам Ну, естественно, не бескорыстно Итак, эта фирма проводит межевание того участка, который я хочу забрать себе Делают топографическую съемку Все записывают, фиксируют Я им только показываю Хочу вот этот вот кусочек земли Хочу вот этот вот, вот этот кусочек земли И, пожалуй, вот этот кусочек земли я тоже себе хочу Потом они присылают план с участком, который я хочу себе забрать Этот участок у меня выделен красным Я им подтверждаю, да, все верно И дальше есть три пути оформления данного участка Третий, кстати, самый интересный Не переключайтесь Но рассмотрим по порядку все Первый путь Вы можете взять практически любой государственный участок Под, подчеркиваю, под огородничество В аренду без торгов Вот если... Не обязательно брать участок там вот за своим участком Прилегающий какой-то Если вам понравилась какая-то земля Если она государственная Вы заказываете межевание И практически любой государственный участок Вы можете себе взять в аренду без торгов Но под огородничество Аренда такой земли стоит ну просто копейки Там где-то примерно одну тысячу рублей в год Но на таком участке вы не сможете себе ничего построить Только огород, сад там, деревья и так далее Второй путь Если вас не устраивает земля под огородничество Выходите в землю ИЖС или хотя бы ЛПХ То процедура такая же Делаем межевание А потом уже эта земля выставляется на торги То есть аукцион И тут уже нужно выигрывать торги Этот способ нам не очень интересен Потому что вся работа, все затраты лягут на вас Найти участок Сделать межевание Все организовать Стать инициатором торгов А это все время и деньги И выиграете ли вы торги Это вообще большой вопрос Может прийти вообще кто-то абсолютно посторонний На все готовенько И просто предложить на аукционе большую сумму И вы останетесь ничем То есть первый путь получается Земля 100% ваша На назначение земли огородничество Второй путь Земля будет ИЖС или ЛПХ Но только через конкуренцию Через торги И не нужно надеяться Что на торги кроме вас Никто не придет Если на торгах кроме вас Никого не будет То они просто будут признаны Несостоявшимися И перенесутся Но есть еще и третий путь Самый интересный Про него мало кто знает Про него почему-то не принято Рассказывать и показывать А я вам сейчас обязательно все расскажу Кстати смотрите что это такое Я нашел в траве Ну-ка, ну-ка Это интересное Это же реклама Посмотрите не перематывая Встретимся после рекламы А вот теперь мы добрались До самого интересного До третьего пути Оформления государственной земли В собственность Не в аренду А именно в собственность Итак Землю которая граничит С вашим участком Одной из сторон Обращаю ваше внимание Граничит с вашим участком Можно выкупить у государства Всего лишь за 15% От кадастровой стоимости Схема абсолютно законная Все отлажено Все фирмы которые занимаются недвижимостью Об этом знают Ну конечно же есть пару нюансов Например Государство неохотно продает Таким путем землю большой площади Им проще отмежевать участок И продать его по нормальной рыночной цене Поэтому есть такая уловка Делать запрос на землю небольшой площади В нашем например субъекте федерации дома Можно строить на землях от 4 соток То есть запрашивая землю площадью чуть меньше Вам меньше шансов будет в этом отказать Государство понимает Что участок меньше 4 соток Нормально не продашь И отдаст его вам за 15% От кадастровой стоимости Но если вам 4 соток мало Вы хотите больше Желаемая земля ограничить с вашей Вы сначала должны пойти по первому пути То есть взять землю в аренду Без торгов под огородничество А потом когда она уже будет в вашей аренде Путем перераспределения Запомните это слово Путем перераспределения Оформить ее себе в собственность За 15% от кадастровой стоимости Это практически стопроцентный вариант Одна земля ваша в собственности Вторая в вашей аренде И перераспределить ее не составит труда Вы как бы присоединяете одну землю к другой Но только если граница между ними общая Вы скорее всего не сможете себе взять землю На которой, например, растет лес Или есть чьи-нибудь постройки Там забор Даже если эти постройки незаконны Вот смотрите, у меня здесь такой сарай стоит Неизвестно чей Лет 10 уже здесь не было никаких хозяевов Это какие-то бывшие дачи, дачные участки И вот они не оформлены И вот этот кусок земли я себе взять не смогу Хотя, несмотря на то, что он граничит с моим старым участком Я его себе взять не смогу Потому что городская администрация Представители городской администрации В обязательном порядке выезжают на место Перед тем, как оформлять вам землю Они обязательно выезжают на место В обязательном порядке Все осматривают И если есть на этой земле, на которой вы претендуете Какие-то постройки Или какие-то признаки Что она когда-то кому-то принадлежала Эту землю Ну, скорее всего, с вероятностью 95% Вам не получится оформить себе в собственность Поэтому я оформляю вот землю, которая находится за моим новым участком Здесь вот никаких построек нет Там дальше овраг И такую землю государство собственность отдает с удовольствием Тут вот я впереди немножко покосил А там дальше крапива, овраг Вот это все можно взять Либо в аренду, либо в собственность за 15% от себестоимости Потому что у меня есть общая граница с моим участком Друзья, ну есть еще один очень большой подводный камень Все земли делятся на территориальные зоны Их несколько Ну, например, жилые зоны Производственные зоны Рекреационные зоны Зоны специального назначения И другие Землю, которую вы можете взять себе в аренду Или собственность Это жилые зоны Маркировка буква Ж У меня же мой выжелаемый участок оказался как назло В зоне Р Рекреационные зоны Такую землю не дают Но зоны, зоны меняются При желании можно постараться эту зональность изменить Но это уже совсем другая история Итак, резюмируем, так сказать, своими словами Если вы хотите себе взять государственный земельный участок И этот участок, ну, никак не граничит уже с вашим имеющимся Он находится где-нибудь там в поле, в овраге Никак не граничит с вашим То у вас есть два пути Первый путь это без торгов вы забираете эту землю Но назначение земли будет под огородничество То есть вы не сможете там ни дом построить, ни баню Вообще никаких построек Там только огород, сад, деревья, кустарники и так далее Второй путь уже через торги Нужно выигрывать торги Но земля, назначение земли уже там будет ИЖС или ЛПХ Торги на самом деле сложновато выиграть Но тоже реально И третий путь, если вы не хотите там себе в поле участок Если вы хотите просто увеличить площадь своего имеющегося земельного участка На несколько соток То вам не нужно заниматься никаким самозахватом Там, огораживать незаконно Вы можете за 15% от кадастровой стоимости Забрать этот участок абсолютно официально себе Просто путем перераспределения Вот этот участок, прилегающий к вашему участку Вы можете официально оформить Выкупить его у государства Всего лишь за 15% от кадастровой стоимости Несмотря на то, что кадастровая стоимость Вот в последнее время она немножко Практически приблизилась к рыночной Но все равно 15% от кадастровой стоимости Это очень интересная цена Это на самом деле очень дешево Если вам некуда расширяться Вам нечего оформлять У вас нет прилегающей территории Которую вы хотели бы себе оформить А может быть вам просто не нравится конфигурация вашего участка Не нравится как он нарисован Потому что раньше чертили, межевали Как попал Да сейчас в принципе тоже трехугольные участки Многоугольные участки Участки с острыми углами Вы можете с помощью перераспределения Просто поправить границы своего участка Во-первых вы слегка увеличите его площадь А во-вторых вы сделаете границы более плавные Углы более прямые И жизнь И участок в принципе будет более комфортный для вашей жизни Так что пользуйтесь это все абсолютно законно Абсолютно легально Все фирмы, которые занимаются землей Об этом знают Так что обращайтесь Они вам наверняка помогут Мне помогли И к тому же перераспределив участок Выкупив его за 15% от кадастровой стоимости Вы не будете переживать В отличии от самозахвата Что когда-нибудь за это придется ответить Потому что технологии сейчас развиваются Сейчас уже и с дронами снимают И даже этажность домов проверяют Потому что многие официально оформляют один этаж Площадь оформляют меньше Площадь дома, площадь участка Так что закручивают, потихонечку закручивают, друзья Пока